всем привет улички рада вас видеть сегодня расслабляю 3 3 раз шкаф вот этот вот в прошлый раз мы расслабили с вами вот эти две полки оставшиеся вещи я сложила на одну полку соответственно для нас уже одна полка готова и есть и сейчас буду расслаблять вот этот вот низ надеюсь все пройдет успешно погнали у меня тут как и обычно моя икеечка сумка для мусор я вот поняла что эта сумка как раз идеально потому что в нее влезает большое количество вещей и ровно то количество которое я могу поднять и отнести на мусорку больше не влезает так едем с вами так это кстати вот еще вещи которые я вытащила из пакета в одном из прошлых расслаблений я показывала вот эту комбинацию и вот эти на самом деле из полиэстера пижаму я хотела выкинуть но потом подумала и поняла что она такая красивая мне такое жалко выкидывать в общем до этого нужно даже мне нужно созреть поэтому я это пока оставила положу соответственно сюда на полку и будем расслабляться дальше так господи бирюзовый свитер из хлопка кам камею камею как-то так произносится красиво цвета практически тиффани так божечки божечки неплохой свитерок не греет правда ни хрена но в принципе можно и оставить но тоже знаете типа летом накинуть на что-то красивый цвет прям не могу я слаба к этому цвету мне сложно выкидывать вещи такого цвета люблю его наверное с 2007 или 2008 года так едем дальше о господи майка женская алкашка ну это тоже датку бабушкин вариант девушки такой не носят и даже несмотря на то что сейчас в тренде майки алкашки но не такие во-первых должен быть нормальный нормальный плотный хлопок чтобы он не выглядел как нательное белье во вторых края должны быть обработаны нормальным швом для верхней одежды ну не верхняя нательной которую не бельевая а вот здесь прям бельевой я даже сказал внутренний шов непонятно плюс вот такие вот все рисуночки это то же самое как шелковые или неважно из другого любого материала топы на тонких лямочках было одно время тоже лет на 7 назад вот здесь вот кружево это был прям тренд-тренд сейчас носили сейчас нет никакого кружева даже хорошего качественного дорогого нет это анти тренд сейчас максимально простой гладкий просто треугольный либо полукруглый вырез а вот здесь еще проблема здесь очень плохо сделаны швы смотрите видите вот здесь он но практически стык стык идет тоже на самом деле не красиво а вот здесь он вообще как будто в третьем классе девочка шила и промахнулась вот поэтому такая маяк конечно будет в мусорку а у нас там где-то были у для мальчика была кофточка оранжевая вот это штаны но с ними проблема резинка уже пришла в негодность так детская как это называется скажите мне опять опять я забыл ползунки но он уже такой затасканный что он весь мало то что в пятнах как еще тут рисунок он несчастного винни-пуха уже всего размазала так едем дальше так детская ой флисовая но тоже этот флис уже такой дубовый который не греет флис пока внутрянка вот такая вот мягенькая она классная греет и в ней очень комфортно но вот здесь конкретно внутрянка она уже много раз стираная и она как бы у нее толщина пропала и пушистость пропала и вот она уже перестает греть потому что симпатический материал и уже не работает поэтому не очень такая вещь к тому же девчули вот и еще тут пятнышки на рукавах ну да жалко хотя прикольно для девочки толстовочка была когда то так здесь у нас еще какое-то количество простыни пеленок просто не пеленки оставляю я разбирала шкаф в другой большой спальне в которой мы живем там очень много постельного белья не оставила все хорошее и когда я разгребу как бы всю квартиру и соберу все постельное белье которое в разных просто углах базируется я хочу еще раз перетрахнуть все белье и оставить ровное количество белье под эту квартиру под количество спальных мест и постельного белья и все лишнее удалить ну и соответственно оставить только то белье которое самое лучше всего сохранилось потому что там есть белье которое нормальное без дыр но она такой уже немножко подзастиранной не до конца но плюс еще есть какое-то белье с безумными рисунками я его тоже оставила но ненадолго так футболка женская типа базовая но настолько она как сказать сопливенькая вот тут какие-то куцые рукавчики они вроде бы рукавчики фонарики потому что вот здесь вот складочка но какие-то они куценькие вот этот вот еще псевенький серый цвет какой-то невнятный рисунок в общем какая-то жизнь была бы просто футболка обыкновенная было бы вполне себе странно пожелтевшие как будто в общем нет не надо так estelle размер l вискозы 70 нейлон и ангорка так посмотрим что это за дизайн сейчас мы все выяснили о божечки помните я вчера разбирала попался мне красивый голубой свитер принципе нормально у него небольшие вот здесь какие-то вышивки не в моем стиле но вполне себе современный но вот это это уже теткин вариант объясню почему вчерашний свитер он был плотненький и там было гораздо больше шерсти не помню сколько сейчас его конечно уже быстро не найду чтобы показать но здесь ангорки то есть греющей шерсти всего 10 процентов соответственно он не греет он еще очень тоненький то есть он как сопливенький такой будет то есть как на современный кардиган он не тянет поэтому отправляем его на пенсию хотя он в принципе неплохой но дизайн уже 10 летней давности поэтому не надо мне кажется вот этот вот это расслабление здесь вещи но по крайней мере пока попадаются такие на грани ну то есть там вот но в принципе футболка недраное ничего свитер вернее кардиган тоже недраное все с ним в порядке но я не избавляюсь потому что вещей очень много и можно просто оставить на самом деле только самый лучший мой боже мой так нашла какие-то супер супер винтажные брюки на женщину очень большой попой судя по бедрам на этих брюках и очень тонкой талии ну такое может быть здесь к сожалению начала распарываться строчка и вот этот вот дизайн но это это зашква так что причем строчка здесь распарывается уже везде и в паху ее уже пытались зашить руками и это выглядит мягко говоря не очень так поэтому эти брюки отправляются на пенсию так свитер нет это даже наверное платье и опять опять здесь вот этот воротник сейчас покажу это было модно но уже прошло так так сейчас так сделаем непонятный размер непонятно из чего сделано похоже что непонятно из чего действительно так вот этот вот воротник который и не торсу нек и не вот это вот лодочка в общем он очень широкий и не вода в общем очень широкий торсу нек то есть он вот здесь будет вот так вот лежать и не греть то есть либо его нужно будет вот так вот заматывать либо в шею будет тоже задувать в морозах хотя по ощущениям это х б наверное вот как как сейчас модно типа зайчим зайчим мехом но походу это все-таки ангорка с х б шкой вот но она вот тут уже затасканная катушка и уже не актуального дизайна платья вот такие короткие которые выше колена сейчас уже не актуально час актуально платье до середины икры и либо круглый вырез либо классический торт он и которые закрывают плотненько ну не плотненько ну как бы прилегает к шее так едем дочку ой какая-то жутко застиранная вещь это платье платье короткое платье трикотажная ой но она прям вообще жесть как застиран да да смотрите и здесь как-то покажу она здесь вот видно на сером и здесь уже все просто адский затаскал так дальше шортики шортики тоже с какими-то стрёмными рисуночками тоже отбрасывающими нас далеко в прошлое поэтому шортики отправляются в ад зрительный зал так детская дороти перкинс о нет она не детская она взрослая рубашка по моему синтетики не хлопок made in романе до полиэстер 70 30 хлопок ну да в ней тоже будет не очень так чтобы комфортно короче эта рубашка такая которая на пузе завязывается вот таким уровнем но она очень странная потому что слишком много дизайна мало того что здесь пуговицы идут не до конца плюс еще вот эти вот завязки на пузе ну в общем это очень странно и плюс самый ужасный это состав такую рубашку надо носить ой она еще с вытачками сзади ну просто это привет из 90-х на 90-х это наверно было прям пушка и модно но сейчас нет поэтому лавандовая рубашка отправляется на пенсию так сильвиан хич 42 размер брючки тоже какие-то с перекрученной резинкой но это даже можно было бы простить но здесь уже мало того что странный странный дизайн так еще он испорчен вон тут все полопалось поэтому интересно из чего она сделана но никаких следов шильдиков не вижу вот вообще какой-то наверное синтетика но приятно на ушкой так майка майка нательная в пятнах поэтому отправляется в мусорку кстати у меня почти под каждым видео пишут комментарии вы что расслабляете не свои вещи да я расслабляю не свои вещи еще раз повторюсь в одном из видео я рассказывала подробнее об этом я расслабляю вещи в квартире моего мужчины в которой жила его бабушка его тетя его мама его двоюродная сестра в общем все теперь здесь не живут вообще не живут в риге живут в россии поэтому мы сейчас здесь живем но живем здесь временно поэтому чтобы нам здесь было временно комфортнее жить и было куда сложить свои вещи я расслабляю шкафы с чужими вещами потому что во первых их вряд ли уже кто-то будет носить и скорее всего если сюда приедут то ну типа как в отпуск потому что основное место жительства уже в россии вот если приезжать как в отпуск вот эти вещи из 90-х для каких-то вечеринок совершенно не нужны нужны хорошие базовые вещи либо сходить в лес либо сходить на море но они скорее всего такие спортивные базовые поэтому все остальное я расслабляю и без жалости убираю так это если кто не в курсе наверное под каждым видео про расслабление в этой квартире писать дисклеймер со ссылкой на видео где я рассказываю вообще чья это квартира чтобы не переживали что я напала на чудо квартиру вскрыла и начала расслабляться брюки хэбэшные но они уже тоже адски застиранные и в катушках вот а так в принципе неплохие брюки но еще один одна проблема то что они короткие например машкина ой машкина некая сестра она с меня ростом вот а мне эти штаны доходят до икры то есть они сделаны как капри а капри сейчас уже не очень ну и плюс здесь еще проблемы что они смотрите какого цвета они сделаны как пижамы может это кстати от пижамы и было но в общем в общем в любом случае они в плохого плохого качества поэтому от них избавляется так дальше штаны на как какой-то толстую толстого человека очень застираны тоже какого-то сиреневого цвета бренд universal джинс но они во-первых ближе во вторых застираны и на кого-то очень круглого насколько я знаю у них конец женщин с супер большим женщин родственников супер большим лишним весом так шорты шорты и and xl но тоже очень тоненький хлопок тоже начало двухтысячных дизайн вот и конечно такое сейчас уже никто носить не будет так едем дальше майка футболка из адской синтетики на только на из адской синтетики смотрите у нее вперед можно собрать резиночку хочешь шире хочешь уже надо нужно все время поправлять лямочки синтетика адская поэтому я его конечно не оставляю pink soda называется бренд ух мы разобрали с вами уже еще одну полку смотрите это кстати успешный успех о господи кусок марли зачем здесь кусок марли я выкидывали так маленькие маленькие полки конечно на них белье белье можно прям вот так вот сгрести выкинуть кстати по поводу белья вообще я считаю что у женщины я знаю что в основном смотрят эти видео про расхламление женщины мужчин очень мало у женщин должно быть хорошее качественное белье и его не должно быть навалом потому что в общем то белье которое секси-шмекси для того чтобы его надеть для того чтобы вот только снял мужчина она может быть одно и она может быть ну собственно говоря любое а вот белье которое ты носишь каждый день оно должно быть гладким максимально комфортной посадки и достаточно всего двух цветов на самом деле можно обойтись и одним бежевый и черный все другие цвета вообще не нужны бежевый по цвету одежду черный под темную одежду принципе бежевый можно носить под любую одежду но лучше два лютгальтера иметь чтобы просто чередовать их один постирался одному дать отдохнуть поэтому лучше два вот и бешеное количество поэтому бюстгальтеров вообще не нужно и еще что я выяснила я в 2017 году закончила академию имиджа и получила доп образование имидж консультанта и стилиста и там я узнала про таких людей которые называются брофитера это женщины которые помогают другим женщинам подобрать правильно размер бюстгальтера сейчас многие могут начать ржать в голос типу господи а что не подберу себе бюстгальтер я тоже так думала девочки вот я всю жизнь думала что у меня размер 85 б я пришла ради прикола на консультацию я еще попала на какую-то акцию она была бесплатная и выяснила что мне не 85 б а 75 д либо д д это конечно меня сильно порадовала но в честь чего я как бы решила все это понять у меня болела спина я тогда была сильно больше размера у меня болела спина и грудь было больше я думаю господи ну вроде у меня не такая большая грудь всего лишь размер b у меня болит спина я сутулюсь у меня с постоянно спадают лямки у лифчика у меня где-то там лифчик уезжает он быстро становится негоден в общем я пришла к брофитеру и она мне объяснила в чем проблема оказывается по статистике 95 процентов женщин в мире неправильно подбирают себе размер бюстгальтера поэтому я очень рекомендую сходить в салон заплатить за это денег один раз и вам объяснят покажут и дадут примерить бюстгальтер который идеально вас сядет причем после того как я себе купила я не стала у них покупать бюстгальтер думаю я лучше загуглю и куплю тот же бюстгальтер где-нибудь в интернет-магазине нужно у меня размеры дешевле так и случилось я ходила в этом бюстгальтеры год не снимаю вот ну то есть я не хотела делать вообще ничего другого то что в нем было удобно комфортно вы как раз бежевый фасон спенсер гладкий без всего подходила подо все я была такая довольная в общем теперь я учитывая все советы брофитеров выбираю себе белье и хожу в нем и и радуюсь прекрасно поскольку у меня там один-два бюстгальтера плюс какой-нибудь секс и шмэкси вот их всего три и вообще заморочек у меня нету вот и вообще насчет бюстгальтеров бюстгальтеры служат ну если ты регулярно их носишь то год максимум вот есть ты нынешних нерегулярно они могут прослужить дольше ну вот как вот секс и шмэкси бюстгальтер но нужно внимательно следить за резинками потому что они ссыхаются приходит в негодность поэтому нужно это следить вот в общем я считаю что внешний вид женщины начинается с качественного нижнего белья здесь уже больше двух лет никого не было поэтому сейчас мы посмотрим что там но я думаю сто процентов мы выкинем все но проверим на всякий случай так о почему-то в нижнем белье лежала детская 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 кепочка кепочка детская она какая-то ужасная она вообще не держит форму непонятно зачем ее на ребенка вообще надевать так простите бюстгальтер бюстгальтер корсет растянутый уже я считаю что как проверить бюстгальтер стоит его выкинуть или нет ты смотришь на бюстгальтер где вашего на себя и оцениваешь готова ли ты перед своим мужчиной выйти в таком бюстгальтер вот соблазнится он на это или нет если ответ нет или если хотя малейшие сомнения бюстгальтер нужно отправить в зрительный зал если ответ да то да можно носить так еще один бюстгальтер мягкий но он уже весь в пятнах так дальше едем футболки майки жутко застиранные желтые двух жесть так кита детские трусы детский грязный носок какие-то жуткие трусы тоже в пятнах простите господи еще одни трусы в пятнах топик топик с резинкой который уже хрустит поэтому отправляется тоже в помойку так верх от купальника верх от купальника бандома вчера с вами кстати разбирали леопардовый топ здесь тоже такого же формата купальник то есть но как бы на девочек у которых супер маленькая грудь и молоденьких такой купальник может смотреться хорошо потому что будет стоит торчку если грудь там больше размера b то нужны обязательно чашечки и поддержка снизу иначе грудь будет печально стремится вниз и никакой красоты в этом не будет поэтому купальник отправляется музыку так здесь почему-то тоже лежит рубашка блузка скорее рубашка из блузочной ткани приятный материал вот на ощупь фэмили фэшн марка ой полиэстер но нет полиэстер мы отправляем зрительный зал здесь еще как-то странно а здесь еще вас смотрите пожелтевший воротник с видно на камеру не очень видно вот она я сначала подумала что это просто принт желтый посмотрела с другой стороны оказалось что это не принт это желтизна здесь вот чистый чистый голубой и черный и белый а здесь какая-то желтизна видно так господи очередные трусы секси шмекси трусы ужас так еще один бюстгальтер тоже желтый адски просто вот ну адски можем и девочки не носите это ну даже если он пожелтел от вас ну надо себя любить надо такое вообще никому так бюстгальтер бюстгальтер бордо тоже какой-то блин без поддержки без нихрена какой-то похожий на какую-то непонятную тряпочку куда это в чем размер так чем здесь были когда-то косточки вот для них даже есть даже зашито зашито желтеньким где были косточки но нет тип закалаш хотела сказать в общем я в шоке а еще одни такие трусы видимо это был набор это же желтый на попе глядя пизде извините за мой французский но у меня других слов нет ну как так можно женщины какой-то жуткий купальник тоже кто сейчас такое носит никто купальника есть даже вверх но я тоже выкинул хера ну потому что это уже но реально мне было нам лет 13 когда вот такие расцветочки были в тренде еще леопард какой-то был странненький но тут смотрите в чем ужас видите что здесь вот шов но здесь шов а рисунок на правой на левой груди сверху шва и снизу шва он вообще не совпадает нигде ну то есть как бы тут какой-то серьезный принт но он никак не совпадает над пипец но как бы если вы покупаете какой-то недорогой бренд неважно одежды купальников чего-либо либо смотрите чтобы рисунок было зеркальным иначе это смотрится очень коряво и очень дешевит одежду и не играет в вашу пользу либо покупайте однотонная ну вот однотонная это вообще решение всех проблем однотонная базовых цветов и все будет хорошо так здесь у нас еще какой-то черный бюстгальтер на нем уже начали вылезать какие-то веревочки не веревочки этим скажите мне как называть ниточки эластана но судя по фасону он сейчас скажу судя по фасону он прямо такой хороший должен был поддерживать грудь черный и такой максимально закрытой такой чуть ли не спортивный поскольку начали вылезать резиночки я его отправляю на пенсию колготки колготки серые тоже затасканные застиранные тоже не надо такое колготки надо либо стирать вручную либо как только они приходят в состоянии начало все закатываться нужно от этого избавляться так любимые бабушками шерстяные платочки они очень теплые но конкретно этот сейчас я вам покажу с дырочкой и смотрите еще тут даже не дырочка нужно видите какой краешек белый видите какое здесь все желтое он затаска и он уже очень-очень пожелтел ну и плюс дырки поэтому избавляем хотя такие платки они не не модные не современные но они очень-очень теплые то есть вот если прям сильная холода в него так вот заматываешь поэтому бабушки ходят в этих серых платочках зимой им хорошо у них только щечки румяные носик румяный вот а так у них все закрыто потому что вот эти они по-моему называется оренбургские что ли платки или как что-то в этом роде вот эти платки ну нереально теплые хотя казалось бы да они вон очень красиво сотканы это это причем они еще стоят до хрена денег ну вот так что можно ходить играть в барышню-крестьянку так вывернуть это непонятная часть а топик непонятно какая часть гардероба так ты век боже мой но тоже смотрите топик с завязками топик с завязками но тоже здесь проблема проблема с рисунком ведь тоже на этой на этой груди плюс здесь уже все блестки начали облетать здесь особенно через одну же поэтому топик отправляется на пенсию так как это старенький берет у нас там в расслаблении был новый белый берет а этот прям уже такой тоже видавшие виды потасканы поэтому его избавляемся о носочки носочки амбро новенькие беленькие вот это оставляю новые беленькие носочки всегда нужны так какие-то очередные трусы затасканы бабочками так господи остатки и бюдгальтера остатки бюдгальтера потому что вот тут лямочки для него должны быть но их нет но это не особо чего держит еще так что это платочек платочек тоже не за не убитых оставляли вдруг пригодится так кит трусы тоже проблема с резинкой проблема с вылезшими веревочками выкидываем так носочки носочки вообще новые смотрите даже сцепленные это железной штучечкой оставляем черный носочки белый так того мусорный талон ой тут этих платочков целая гора это может даже не платочки может это какие-то типа скатерки не скатерки а знаете на скатерть под посуду кладутся эти салфетки салфетки под тарелочные наверное такое у них название я точно не знаю напишите мне если кто кто в теме просветите меня так еще одни такие трусы господи а у них еще рисунок внутри что ли а нет господи если на просвет смотреть нет он не видно в общем здесь еще какие-то может они светятся в темноте ночью очень странный рисунок такого так какие-то пояса чего тут два пояса непонятно от чего непонятно вроде мы такого еще не разгребали ну ладно отправиться в зрительный зал мужской платок изрядно повидавшие виды так что это перфекта розы бэлла перфекта дэо фрэш в подарок шарик для ванны шарик для ванны здесь такая ванна что лучше в ней не сидеть так одну маленькую полочку разобрали мы с вами уже полчаса разгребаемся я думаю на час нормально как раз будет видео еще две полки разберем так здесь тоже какой-то пожелтевший и уже в катушках бюстгальтер странный очень катушки видно до чтобы не было на меня вагонов что желтый адский бюстгальтер боже девочки я вас умоляю проведите ревизию своего нижнего белья так колготки в тонкие колготки коричневые мне пока сложно представить кто в них будет ходить но они в хорошем состоянии поэтому я их оставлю черные колготки но черные уже в плохом состоянии на них непонятных катушках еще одни черные колготки в таких же катушках так еще бежевые а эти бежевые колготки он называется зацепками жаль о тут тоже какие-то огромные трусы с умершей резинкой боже мой вот о чем я говорю это это не плесень это вот у купальника когда ему он приходит негодность у него вот так вот вылезает весь эластан и вот в такой вид превращается выглядит устрашающе кому-то плесень так какие-то трусы но на них простите на причинном месте дыра господи я мастер расхламление мне кажется если вам нужна помощь договоримся пишите мне внизу в комментариях так футболка но мало того что она жуткого дизайна так она еще вот здесь вот белые пятна а вот здесь вот еще и какие какое-то желтое пятно поэтому выкидываем так visit collection тоже какая-то блин футболка непонятно еще прицена с каким-то жутким жутким по низу жуткой резинкой ну и вот она тоже начала закатываться так дальше едем купальник вот как как бы были те трусы здесь вот началось началось то же самое но с этой полкой мы разобрались с вами гораздо быстрее чем с предыдущей никакой сентиментальности хорошая оставляем плохое выкидываем так коричневые колкотки но тоже в каких-то картушках уже он выкидываем смотрится не очень хорошо от искусственных цветов лепестки так сумочка с этими же лепестками какими-то этими носовыми платочками грязный на носовые платочки как из моего детства смотрите наверняка такие у всех были как это по краю выше там и и принт вот мне точно такие без детства вот эти два они уже видно они уже затасканы интересно сейчас очень мужчины и женщины используются платочками в век одноразовых носовых платочков мне кажется нет хороший платочек тут еще в этом пакетике в этом мешочке еще куча лепестков какой-то пожелтевший носовой платочек это новый носовой платочки мужские носовой платочки новые а женские плохо себя чувствуют а это набор видите у них тут какой-то принт на предыдущем синим тоже такой же принт был так женский с какими-то пятнами непонятными в общем отправляем это чуть не воронила осталась последняя полка вот она сейчас мы ее с вами разгребем так здесь очередная вот эта вот красная юбка с рисунком пейсли непонятно вообще кто ходить будет в общем тоже уже устарела неприлично так можем боже мой девочковое платье какое миленькое миленькое девочковое платье так сейчас проверим она целая они сделаны вообще просто сама милота нет не ношеная ни разу катон и шелк боже мой то есть вот эти вот украшения это шелк обалдеть blue kids но очень миленькое для девочки платье поэтому оставим поскольку уника сестра временная и пока неизвестно мальчику не будет и девочка так едем дальше боже это платок но он жутко жутко неприятный платок каре даже но он очень странный на ощупь мне кажется плюс десяточку сразу с таким платком есть общее ощущение что он самодельный и сделан как будто бы из шторы потому что здесь никаких нет следов шильдиков и нет следов что он был где-то зашит потому что обычно если выпарывают шильдик то выпарывают его либо просто отрезают либо нужно распороть нитку а потом и зашить и чтобы не доставать машинку зашить то три сантиметра проще на руках но здесь нету и ощущение судя по тому что рисунок здесь тоже не симметричный видите как то он идет купон прямо очень странно вот у меня складывается ощущение что это бывшая штура ну в общем оставить не напишите в комментариях не пойму пока оставлю дождусь ваших колен так это какое-то полотен тоже хипарским рисунком тоже каким-то не симметричным так здесь что здесь здесь не симметричный рисунок вытачки и какой-то жуткий дизайн тоже если туника поставили туникой сзади такую очень странная но даже можно было бы оставить представить что стиль бог и все такое но вот этот вот принт который криво косо не пойми как но он никого не будет украшать тут еще и строчка начала пороться в общем убираем так так лавандовая рубашка но в чем проблема сразу я это отсекла теперь бы найти так ладно наверное с этой стороны тут дыра 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 вот она к сожалению петелька для пуговицы адские разорваны поэтому конечно же выкидываем так свитерок кофточка брукс лтд м из чего сделано производители конечно изгаляются как могут пишут кашемир но выглядит как акрил а кашемир лайк стопроцентный акрил то есть акрил который выглядит как кашемир очень странно но не выглядит он как кашемир мы по крайней мере на ощупь так ой ой божечки ну и плюс здесь какой-то коллапс здесь дырка на горле поэтому выбрасываем мне кажется мы что-то подобное с вами уже разбирали боже мой это какая-то кофта русалочки я сейчас сниму свитер покажу наверное как это выглядит на футболку здесь что хорошо здесь перламутровые пуговицы почему-то у меня к ним пиетет вот такая кофта ну кстати я сначала скептически к ней отнеслась а сейчас смотрю в принципе такую кофточку можно надеть на платье тунику чтобы как-то прикрыть рукава будет очень даже неплохо вечером понятно вместо какого-то пиджака в принципе можно плюс еще перламутровые пуговицы поэтому эту штуку остану непривычный материал она сейчас покажу видно на самом деле что она даже мою футболку освечивает она очень прозрачная просвечивающиеся гельчита открыли чека просвечивающимися так без дырку писать они она зацепками видно покажу вот так видно зацепки вот одно вот еще и на спине намного на цехах это конечно ну ладно тогда спарю с нее пуговицы перламутровые тоже и пуговицы это хорошо их можно куда-нибудь пришить так мужской шар в дырках не знаю зачем такие еще ровные дырки непонятно зачем так можем да на ее кофточка . так шильдик вискоза неожиданно говорят что вискоза но выглядит ужасно он выглядит ужасно на ощупь ужасно похоже на полиэстер ну странноватая кофточка но она в хорошем состоянии и поскольку print мелкий здесь можно закрыть глаза на то что она не симметричны относительно середины поэтому оставлю цель детский детский видимо excel акрил 96 и какая-то отра фибра я не знаю что такое ночью жуткий свитер нас какими-то кошмарными блестками да еще который не греет убираем даже никуда не его не придумать еще одна . еще одна . шанс я вам покажу но таких на испорченных пуговичках фарфала что они даже не застегиваются безобразие какое-то так одну стигну смотрите боже на камере такой красивый красный в жизни он более холодный проблема в чем проблема в том что половина пуговичек видите какая здесь пуговичка с красненьким каким-то пластиком а здесь уже все вывалилась очень странный и вот здесь еще рисунок но проблема в том что тут какой кусок не возьми уже как-то бузинки на рисунке облетают ну и плюс фасон очень такой совсем сейчас не носят он очень устарел у меня уже почти полный не почти мешок уже практически с горой так у нас тут овощ так что это какой-то жуткий жуткий полиэстер тоже у юбка юбка руши и жуткого полиэстера нет это мы не можем позволить себе оставить чтобы было очень жарко джек вульфтин умы кофточка так изучаем они ношеная что ли неношенная кофточка персику цвета дырок нет нормально оставляем у нас сегодня стопочка даже мне кажется как и вчера такая же хорошая получается о джинсы мустанг джинсы мустанг какого размера медиум слим медиум райс прямые ноги но жутко старый дизайн смотрите в чем проблема вот такие потертости адские сейчас уже никто не но сейчас он делают на турецких китайских джинсов которые тоже пахнут нафталином поэтому жалко конечно мустанг хороший бренд к которому сноса нет но выкинем к тому же тут я уже находила даже нормальные джинсы не мустанги конечно но хорошие джинсы которые можно носить ох идем дальше джинсы very nice very nice джинсы капри на кого-то очень толстенького и как вчера я вам показывала видео про расхламление смотрите тоже вот этот вот джинса скажем так в полосочку вчера она была посинее сегодня путем потемнее понасыщеннее но та же самая предательская полосочка в общем не стоит сейчас я проверю еще кармашки у джинсов мустанг а то вдруг в кармашках что-нибудь полезное завалялось вот такие глубокие ящики чем плохие полки если шкаф совмещен что у вас и вещи которые висят вот таким образом и вещи на полках лучше делать полки либо не глубокие ниже доступе будет расстояние но это не очень эффективно используется полезное пространство либо нужно делать вертикальное хранение потому что иначе у вас получается два ряда вещей и вы вообще забудете что там дальше в магазинах это красиво лежит там еще велика там 35 вещей на полочке кучу свободного пространства вокруг но в жизни к сожалению такого не бывает поэтому нужно об этом думать и понимать и используют пространство и складывать вещи таким образом чтобы носить сто процентов ну или стремиться хотя бы носить сто процентов из своего гардероба они вот непонятно как так что у нас тут ред роз тоже какая-то затасканная кофта адского цвета адского вообще дизайну без разговоров на мусорку я не знаю что это это какая-то тряпка рваная господи это реально рваный пододеяльник вы посмотрите тут дырки 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 вот здесь дырка в общем тут везде дырки это он сделан стиле как это петч варка из кусочков сшит но все дра на и адский просто зачем его вообще хранили непонятно выкидываем так шапка меховая меха выберите хорошее состояние кстати хорошенько оставляем так кепка мужская но уже такая видавшие виды понятно куда отправляется так вот затасканный пожелтевший как-то пожелтевшая толстовка ужас вообще зачем это хранят непонятно так мужская рубашка военная у меня кстати уже похожая рубашка уже найдена в шкафу в коридоре я их вместе соберу и может быть все таки ответит мне либо студия как-то студия записи кино либо может быть какой-нибудь театр мне писали что типа сдайте эти на киностудию либо в театр киностудия я написала им сообщение по почте они не отвечают в театр я даже не знаю в какую ткнуться поэтому ну если вы знаете прицельно где это могут взять вы напишите прицельно с контактами можно мне в личку если вы хотите на всеобщее обозрение делиться если это просто там домыслы так и пишите может быть потому что когда пишешь вроде как совет даешь вот обратитесь туда но это не работает без конкретики то так себе история конечно так нашла штору штуру нашла но она тоже в пятнах и конечно эти шторы из непонятно чего с жутки с жуткими розочками выглядит плохо это конец девяностых наверное так еще одна штора тоже все в пятнах она одна у нее почему-то какой-то вон ободранный край с этой стороны нормальный край в общем не пригодилось так тюрь 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 какая-то тоже но это хотя бы целая и их две вот это вот одна вот это вот вторая да и она целая смотрите какая тоже в розочках вот какие-то вот такие розочки не мой стиль но она целая поэтому пока у меня нет добро выкидывай все к херам за исключением самого лучшего потому что мы все тут выносим и делаем ремонт пока такого разговора нету надо оставить мало ли кому ну и все смотрите-ка мы с вами расхоломили все полки осталась вот тюль вот эта шапочка несколько вещей платочки и простынки все сейчас я это все разгружу засуну на полке и вещи которые вчера мы с вами разбирали а вот эту жуткую кучу пойду выкидывать она вон даже уже в икеевскую сумку не влезает и вот с этой кофтой русалочки спарю перламутровые пуговицы куда-нибудь их приныкаю и тоже саму тряпочку выкину потому что она в зацепку вот так сегодняшнее расхламление у нас тоже закончено я буду рада вашим комментариям советам и хорошего вам всем дня кто расхламляется всем хорошего расхламления пока-пока пока-пока